Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня к вам новость из магазина, которая лично меня расстроила, хотя возможно тех ребят, которые имеют реальные деньги, чтобы задонатить, эта новость их может обрадовать. Наконец-то выложили на продажу ПТшечку 10 уровня, коллекционку Объект 268 вариант 4. Мне очень нравится данная ПТшка, это моя мечта, но к сожалению ей не сбыться. Именно поэтому я и расстроен. Я очень сильно надеялся, что на какой-то из волн новогоднего аукциона данную ПТшку выставят на продажу за голду и возможно спустя несколько, там, хотя бы одного, да, там, понижения цены я бы смог позволить себе ее приобрести. Но, к сожалению, поскольку выставили ее за 35 баксов на продажу, а за голду на продажу не выставили, но мечте, как говорится, не сбыться, ну, и останется не сбывшейся мечтой еще надолго, как я понимаю. Объект 268 в комплекте со всей вот этой дребедухой, но даже не в этом смысл, смысл в самом объекте. Машинка новая, машинка интересная, машинка, честно говоря, в чем-то очень даже таки имбовая. Имбовая она в первую очередь по броне, в этом ей не откажешь, она круче практически любого тяжа в игре. Только вот здесь вот в переднем бронелисте без учета приведенки 280, а с приведенкой в прямой проекции, если я имею ввиду прямой проекции, если вот так на танчик смотреть, то даже вот эта вот небольшая, да, приведенка доводит до 342 миллиметров. Согласитесь, довольно-таки круто. 260 миллиметров в верхнем бронелисте, а с приведенкой чумовые 737. Короче говоря, я не знаю, чем это пробить можно, наверное, только ядерной бомбой. Что касается вот этой части вокруг орудия, 260 и 329 с учетом приведенки, а по бокам вот здесь вот у нас затаились целых 411 брони с учетом приведенки, если вот так смотреть, а в прямой проекции 130, понятное дело, никого пугать не будет. Но, ребят, если вы стоите вот так вот и стоите на плюс-минус дальнем расстоянии, хотя бы на среднем расстоянии, вы уже крайне неприступная стена. Да, не все в этой ПТшке имба. Не имба, допустим, само орудие. И орудие собой представляет следующее. Углы склонения вниз никчемные минус 5, и с учетом того, что рубка не поворачивается, отыгрывать явно будет сложновато где-то на неровности. Разброс на 100 метров уже пугающий в 0,431, что намекает на то, что на дальних расстояниях она не сильно комфортная по стрельбе, и уж тем более некомфортная по стрельбе на дальних расстояниях из-за времени сведения в целых 5 секунд, а это реально дофигище. Ребят, здесь как бы не поспоришь. Но при этом всем вы имеете 690 единиц альфы, практически 700, базовым снарядом с пробитием в 265 миллиметров. Ну а если вам, ребят, этого не хватает, то 330 миллиметров прошьют практически любого, даже в красные зоны, и при этом вы потеряете всего 100 единиц альфы. ДПМ не зашкаливающий 2570, но мне почему-то кажется, что этот ДПМ возможно реализовать на данной ПТхе. Я не катал данную ПТшку, эта ПТшка остается нереализуемой и практически без вариантов с будущейся мечтой. Не смогу я себе ее приобрести, не имею я такой возможности финансовой, но мне почему-то кажется, что играть на данной ПТшке прикольно. Время перезарядки тоже как бы пугающее, 16 секунд с копейками, но я думаю, что если поставить туда все необходимое, то станет существенно приятней. Вот такая вот интересная ПТшечка стоит сейчас на продаже, что намекает на то, что на новогоднем аукционе, ребят, мы ее не увидим. Ну и те ребята, которые точно так же, как и я, мечтают об этой машинке, вы ее, ребят, не получите, ровно как я, по крайней мере, через новогодний аукцион. Кто же имеет возможность приобрести ее за 35 баксов? Ну, я бы сказал тоже, вариант такой, немножко как бы с заковыркой, потому что 35 баксов, ну даже если не совсем грамотно донатить и покупать все возможные предложения, то в любом случае это где-то приблизительно в районе 30 тысяч голдишки вылезет точно. Ну а если посмотреть на те новогодние шкатулки, которые у нас сейчас есть, то давайте будем говорить откровенно. 35 баксов. Ну, вот смотрите, сказал бы так, за 50 баксов можете купить себе 50к голды, соответственно, по доллару за косарь. Ну, с этого сделаем вывод, что если вы задонатите 50 баксов, ну или купите ту ПТшку за 35, соответственно, получается 35 тысяч золота на данный момент оценивают вот эту вот имбищу 10 уровня, которая недавно появилась в игре. Вот такая вот, ребят, новость. Если вы за честность, если вы за то, чтобы видеть машины такими, какие они есть на самом деле, и товары в магазине без прикрас, подписывайтесь на мой канал, я вам буду безумно благодарен. Если вы имеете возможность финансово помочь развитию канала, кидайте донатики через ссылку в описании, ну либо отправляйте подарки через магазин, буду вам безумно благодарен. На данный момент все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok